Итак, мы с вами в студии программы подробностей. Рядом со мной наш известный очень в Рязани политолог Юрий Мастяев. Юрий, сегодня вы не только политолог, а я вновь напомню, что вы еще кандидат исторических наук, потому что, наверное, наша тема будет либо больше связана, либо как-то оттолкнется как раз от событий исторических. Это последние два года войны Великой Отечественной, это открытие Второго фронта, и это как раз то, о чем сейчас все больше и все чаще говорят, наверное, в свете событий украинских и вокруг украинских, это то, что определил решающий перелом в войне именно Второй фронт. И открытие, то есть ни Сталинградская, ни Московские битвы, ни вот эти вот великие сражения, которые выдерживал и в которых побеждал Советский Союз, а вот высадились в Нормандии наши союзники в 44-м году, и, пожалуйста, война покатилась под откос. Ну, вот как-то так. Я понимаю, что сейчас, наверное, новые поколения возрастают, и с ними вот с этих позиций проще как-то общаться. Вот только мы вышли, и сразу раз Гитлер стал сдаваться потихонечку. Что история говорит, Найдович? Ну, история говорит, все-таки не все так просто было. На мой взгляд, у нас иногда бывает перекос, которым надо избавляться, и, в общем-то, перекос заключается в том, что в советское время мы пытались, ну, скажем так, преуменьшить роль Западного фронта, потом, наоборот, мы начали его преувеличивать. На мой взгляд, надо найти какую-то некую золотую середину. Конечно, это, в общем-то, всегда поиск с друднём, потому что правда она у всех своя. Истинно, может, она одна, а правда она у всех своя. Но если посмотреть, то обычно все-таки изображают не открытие второго фонда, как там одно из решающих сражений, а если там, например, почитать некоторых английских историков, известно, там, Фуллер, Гарта и так далее, то они очень часто называют решающим сражением битву под Элли Ломейна. Ну, сражение, которое происходило в Африке, в ходе которой был разбит известный африканский корпус генерала Роммеля, лиса пустыни, ну, таковой достаточно известного гитлеровского командира, на мой взгляд, одного из талантливейших, потому что, обладая значительно меньшими ресурсами, он англичан, конечно, гонял по этой пустыне туда-сюда долго и упорно. Танки Роммеля, это что-то такое гитлера. Ну, да, причем большая часть танков у него была там, очень часто испытывая крайнюю недостачу горючего, ремонтных проблем, поэтому значительная часть танков у него была английский, который он взял в плен там, да и, в общем-то, во многом использовал в том числе и склады англичан, которые грабил потихоньку, потому что англичане не могли приспособиться к его манере и появляться внезапно в тех или иных местах. Но отсюда иногда говорят, вот Эль-Аламейн, именно вот здесь прошло решающее сражение. Ну, если посмотреть, то, конечно же, даже и на Западе ряд исследователей признают, что сравнить ту же самую Сталинградскую битву Эль-Аламейн, которую проходили, ну, примерно так, одновременно, там, летом 42-го года, если взять, то, конечно, их сравнить очень сложно по масштабам. Хотя, в общем-то, если взять, то еще раз говорю, многие английские столь говорят, что таким образом немцы терпели первые поражения, в общем-то, таким образом война пошла вспять, в скором времени после разгрома Ромеля немцы вынуждены были вообще покинуть Африку, и, в общем-то, таким образом английские и американские войска вместе там со своими колониальными войсками, то же самое Индии, там, Новозеландии, Доминионами и так далее, смогли изгнать его. Ну, знаете, если посмотреть, так вот, сравнить данные, да, чтобы не быть голословным, конечно, я понимаю, что еще Бисмар говорил, что существует три вида лжи, просто ложь-наглая, ложь и статистика, но в целом это статистика, которая признается в том числе и на Западе. Тут, если сравнивать те же самые сражения под Элли Ломейном и Сталинградом, то примерно ситуация такая. Потери в личном составе, ну, имеется в виду люди, в 14 раз больше под Сталинградом. Ну, например, там, тот же самый Фуллер, один из известных английских историков, автор истории Второй мировой войны, он пишет так красиво. Потери Ромеля были катастрофическими. 59 тысяч убитыми раненными и пленными. Ну, опять же, я думаю, что вы помните со школьной скамьей, что одних только пленных, которые мы взяли под Сталинградом из армии Паулиса, которые окончательно сдались, их было более 300 тысяч. Здесь вот 59 тысяч уже там катастрофические потери. Если посмотреть, то в целом, считается, гитлерская армия под Сталинградом потеряла около миллиона солдат, убитыми, пленными, раненными. Ну, для сравнения, да? Это в разы, в разы еще раз. Потери орудий и минометов в 25 раз больше под Сталинградом. Потери танков в 4 раз больше, чем под Элли Ломейном. При этом надо учитывать, что танки были все-таки на нашем фронте более модернизированы и так далее. Так что берем с вами хотя бы такую ситуацию и уже становится ясно, что претензии на то, чтобы, скажем так, изобразить битву под Элли Ломейн как коренной переворот, ну, навряд ли. Выглядит достойно. Ну, соответственно, то же самое можно сказать и относительно открытия Второго фронта. Вообще разговор об открытии Второго фронта, он шел на протяжении всей войны. И, в общем-то, были разговоры о том, что союзники откроют его в 42-м году, потом перенесли на 43-й и уж потом только на 44-й. Хотя некоторые, опять, историки и некоторые политики на Западе, они, опять же, пытаются рассказать о том, что как раз сражение в Африке можно рассматривать как некий Второй фронт. Потом в 43-м году, опять же, воспользоваться тем, что основная часть немецких войск была сосредоточена против Советского Союза на Курской дуге. Знаменитый в 43-м под Курском. Ну, да. Англо-американские войска начали высадку на Сицилию, который носил, ну, достаточно такой мелкомасштабный характер. После этого, в скором времени, Италия вообще вышла из войны. Был совершен некий, так, государственный переворот. Муссолини от власти был отстранен. Его там пришлось потом заменитому Отто Скорцени вытаскивать и так далее. Ну, и пришлось, в общем-то, немцам вводить свои войска. Ну, опять же, на уровне нескольких дивизий и тому подобное. Но, опять же, есть такая точка зрения некоторых западных историков, что вот вторжение в Италии тоже можно рассматривать как открытие второго фонда, потому что часть дивизии оттянула. Но, в целом, если даже смотреть на соотношение дивизий на востоке и на западе в момент высадки, то ситуация такая. Ну, опять там, несколько цифр. Что, в общем-то, на Западном фронте после высадки наших союзников ситуация сложилась так, что союзники по отношению к немцам имели превосходство по личному составу в три раза, танки в три раза, самолеты в 60 раз и имели полный господство на море. То есть, в общем-то, условия высадки были, ну, достаточно комфортные. Соответственно, при этом надо тоже учитывать и такой аспект, что под ружье в той же самой Англии и США было призна около 18 миллионов человек. То есть, они располагались значительно армией. Но, но, 75% американских войск так и оставались на территории США. 60% английских войск тоже оставались на британских островах. То есть, по-хорошему, задействованные силы были достаточно незначительны и так далее. Ну, и, соответственно, если взять, то даже после открытия Второго фронта, после Нормандии, здесь было средоточено, ну, в разные там месяцы, где-то примерно от 56 до 75 дивизий вермахта. В то время как на Восточном фронте против нас действовало от 190 до 269 дивизий. Ну, цифры несопоставимые. Причем, вы сейчас приводите статистику общепризнанную. Это не только вот там наши написали. Нет, это, в общем-то, Миллер Гильдербайт, есть известный немецкий историк, который как раз тут писал о потере сухопутных войск Германии. И, соответственно, там приводил данные и по другим странам и так далее. Так что, ситуация в этом плане понятна, что вот по цифрам. Но, при этом, еще раз говорю, что не надо подать другой украинец, в который мы иногда впадаем, что вот мы таким образом сыграли решающую роль, а Западный фронт и другие фронты, они вроде как никакой роли не играли. Нет, надо признавать, что действительно без них нам было бы сложнее. Сложнее, но не безнадежно, но сложнее. Ну, вот к 44-м году многие считают, что почему был ускорен этот план «Оверлоуд», как раз высадка англо-американских войск территории Нормандии, получив название как «Десен Дэй», отсюда «Дэй» очень часто у них называется. Тем, что уже нам многим стало ясно, что даже без этого, скорее всего, Советский Союз победит. Ну, соответственно, понятно было, что вот эти 55-75 дивизии, если бы они оставались на Восточном фронте, то, естественно, нам бы пришлось сложнее. Ну, понесли бы и больше потери, и, соответственно, война продлилась бы дольше. И, соответственно, вот если посмотреть, то с точки зрения геополитики, такой классической геополитики, которая там делит весь мир, так условно говоря, на два типа цивилизации, это сухопутные и морские, то Вторая мировая война была геополитическим нонсенсом. Потому что две основные континентальные державы на европейском континенте – Германия и Россия – воевали между собой. А вот этот союз наш с англичанами и американцами, он с этой точки зрения выглядел, конечно, нелепостью, что, в общем-то, и сразу обнаружилось, как только война закончилась. Практически мгновенно. Ну, практически, да, март 46-го года, так примерно считается полуофициальной датой начала Холодной войны, там, с речи Черчилля в Фултоне. Ну, да. Ну, и, в принципе, в годы войны вспоминаем, опять же, те слова Трумана, что, в общем-то, если мы будем видеть, что побеждает русский, будем помогать немцам. Если будут побеждать немцы, будем помогать русским. Пусть они уничтожают друг друга как можно больше. Поэтому надо понимать, что у нас наше восприятие войны и восприятие в Европе, оно несколько разное. Пусть история, как бы, она будет объективна, а память, ну, наверное, не может быть все-таки. Она объективна, всегда свое как-то ради. Ну, естественно, человек не может быть вообще полностью объективным. Ну, что ж, Юрий, большое вам спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробностей». Всего доброго.